Посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат Аль-Нахар осуществляет свою деятельность в дипломатической сфере с 1992 года. Все эти годы он занимал различные должности в Министерстве иностранных дел и в Министерстве по делам экспатриантов Иордании. Служил аташе в посольстве Израиля и Великобритании. Был чрезвычайным и полномочным послом в Южной Корее и Великобритании. Он также является послом-нерезидентом в Иордании, в Ирландии и Исландии. Дипломат был назначен в Азербайджан в сентябре прошлого года. Приветствуем вас, господин посол. Будем рады обсудить с вами двусторонние отношения между нашими странами. Прежде всего, хотел бы воспользоваться этой возможностью и поздравить президента Ильхама Алиева и его супругу, первого вице-президента Мехрибан Алиеву, а также всех наших азербайджанских братьев и сестер с Днём независимости. Уверен, что 2024 год является особенно важным для вашей страны. Вы недавно вступили в должность посла в Азербайджане. Каковы ваши первые впечатления и ожидания относительно дипломатических отношений между Азербайджаном и Иорданией? Мои первые впечатления отличные. Я искренне рад высочайшему уровню дружбы и братским отношениям между нашими странами и народами. Я особенно счастлив и горжусь тем, что представляю свою страну и своего короля в Азербайджане, где везде чувствуется радушие и гостеприимство. Надеюсь, что наши отношения и в дальнейшем будут развиваться в этом направлении. Как развиваются экономические отношения между Азербайджаном и Иорданией? В каких направлениях необходимо развивать экономическое сотрудничество между двумя странами? Нынешняя ситуация наших торгово-экономических отношений не отвечает желаниям как руководства наших стран, так и частного сектора Азербайджана и Иордании. Поэтому необходимо больше работать и достигать желаемого во всех этих направлениях. Мы поддерживаем взаимно продемонстрированную политическую волю в этом отношении. Какие шаги предпринимаются для улучшения торговой политики, увеличения взаимной торговли и инвестиций между двумя странами? В течение девяти месяцев с момента приезда в Баку я имел возможность несколько раз встречаться с представителями государственного и частного сектора Азербайджана. Существуют логистические проблемы, на которые необходимо обратить внимание заинтересованных сторон, чтобы стимулировать торговлю и инвестиции. Прежде всего, должно быть установлено сообщение между столицами Аманом и Баку. Азербайджана и Орданская межправительственная комиссия имеет план по налаживанию связей между столицами до конца этого года. Мы с нетерпением ждем следующего заседания комиссии с участием частного сектора. Я считаю, что частный сектор ценит и поддерживает такие отношения, и люди в обеих странах с нетерпением ждут развития таких отношений. Какова дипломатическая позиция Иордании по Палестино-Израильскому конфликту? Иордания всегда была приверженницей мира. Путем активной дипломатии мы пытаемся найти решения конфликта дипломатическими, а не военными средствами. Король Иордании Абдулла II Ибн Аль-Хусейн поддерживает достижение всеобъемлющего соглашения о прекращении огня, доставку гуманитарной помощи нуждающимся палестинцам, деятельность агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке и находится в авангарде челночной дипломатии во всем мире. Министр иностранных дел Иордании Аман Сафади также играет важную роль в дипломатии и пытается найти выход из ситуации в регионе. Таким образом, мы очень активно занимаемся этим вопросом и надеемся на мирное решение конфликта с соблюдением всеми поддерживаемого принципа двух государств. Что, по вашему мнению, препятствует подписанию мирного соглашения между Израилем и Палестиной? Я думаю, что главное препятствие – это война. Израиль должен немедленно прекратить войну против палестинцев, позволить гуманитарной помощи свободно поступать в регион и прекратить поддерживать миграцию палестинцев. То есть не должно быть никакого перемещения людей. И нам следует создать некую надежду на формирование политического горизонта разрешения конфликта. Весь мир, включая наших азербайджанских братьев и сестер, поддерживает решение о мирном разрешении конфликта между двумя странами. Это единственный реальный способ положить конец конфликту. Учитывая исторические и нынешние дипломатические связи, какую роль может сыграть Иордания в достижении мира между Израилем и Палестиной? Учитывая геополитические реалии и роль Его Величества Короля как хранителя святых мест в Иерусалиме, Иордания больше, чем просто посредник в этом конфликте. Мы выступаем в качестве заинтересованной стороны в этом процессе и не жалеем усилий для достижения мира. И, надеюсь, мы достигнем своей цели. Азербайджан и Иордания сотрудничают в рамках такой престижной международной организации, как Организация Исламского Сотрудничества. Как вы видите роль этого сотрудничества в укреплении исламской солидарности? Азербайджан и Иордания – толерантные, лояльные страны. Они имеют прекрасный опыт поддержки друг друга в рамках Организации Исламского Сотрудничества и других международных организаций. Уверен, что, будучи единомышленниками и придерживаясь одного и того же подхода, мы сможем достичь большего и сблизить людей. Город Шуша объявлен культурной столицей Исламского мира на 2024 год. В какой форме Иордания может поддержать эту инициативу? Как это может способствовать культурному обмену между двумя странами? Я получил огромное удовольствие от первого посещения Шуши. Меня очень впечатлили работа фонда Гейдера Алиева в Шуши под руководством первой леди Мехребан Алиевой и планы на будущее. Желаю всем успехов в этих начинаниях. Я уверен, что мы сможем найти пути расширения нашего культурного сотрудничества с Азербайджаном. Мне также известно о создании в Азербайджане Карабахского университета и о том, что он скоро начнет действовать. У нас есть много возможностей для сотрудничества и взаимодействия в научных исследованиях, обмене опытом и в других направлениях. Надеюсь, в этих сферах будет проделана большая работа. Какие совместные усилия могут предпринять Азербайджан и Иордания для обеспечения мира и безопасности в регионах Ближнего Востока и Кавказа? Обе страны считаются центрами своего региона. Как я упоминал ранее, мы являемся странами-единомышленниками. Мы предлагаем программу мира и безопасности не только нашим гражданам, но и региону в целом, и мы работаем для светлого будущего. Оба региона очень важны для глобального мира и безопасности. Что касается нашего сотрудничества, наши каналы связи всегда открыты. Мы обмениваемся идеями, относящимися к мирной повестке дня и обсуждаем пути продвижения процесса вперед. У Иордании есть внутренние нестабильные соседи, такие как Сирия и Израиль. В этом случае сложно обеспечивать безопасность и совершать дипломатические маневры каждый день. Как это удается вашему государству? В чем секрет обеспечения вашей безопасности? Ни одна страна не выбирает своего соседа сама. Нам повезло с руководством нашей страны с очень мудрым руководством. У нас стабильная внешняя политика, мирная повестка дня. Мы в курсе того, что происходит как в регионе, так и в мире. Я считаю, что все это служит безопасности и Иордании, и региону в целом. Избегая конфликта с крупными государствами, имеющими интересы в регионе, Иордания пытается защитить арабскую солидарность и национальные интересы в регионе. Не сложно ли поддерживать сбалансированный внешнеполитический курс? Учитывая, что в контексте ирано-израильских отношений вы всегда сталкиваетесь с рисками. Как я уже отметил, Иордания придерживается стабильной внешней политики и определенной программы мира и процветания. К сожалению, конфликты не позволяют делиться экономическими выгодами в регионе. Возможности двигаться вместе с международным экономическим потоком и улучшить жизнь своих граждан упускается. Но мы открыто заявляем, что Иордания никогда и никому не позволит стать полем битвы, и мы уверены, что у нас есть средства, чтобы защитить себя, защитить наш суверенитет и национальное единство. Мы уделяем особое внимание снижению напряженности между региональными игроками. Стремимся быть полезными для нашей страны и наших соседей. Господин посол, у меня только что возник интересный вопрос, и если вы не возражаете, мне хотелось бы получить на него ответ. Внутренние отношения между некоторыми арабскими государствами и Израилем изменили региональную динамику. Какова позиция Иордании относительно этих событий? Как текущая ситуация влияет на дипломатическую стратегию Иордании и отношения с Израилем? Честно говоря, нам нужно держать руку на пульсе. Цель состоит в том, чтобы добиться немедленного и постоянного прекращения огня, разрешить свободный доступ гуманитарной помощи в регион и поддержать деятельность агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке. В этом случае на горизонте появляются решения конфликта. Как я уже отмечал ранее, эти решения поддержаны Его Величеством Королем. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и тогда можно будет двигаться вперед в лучшее будущее. Иордания является одной из стран с наибольшим количеством палестинских беженцев. Несмотря на продолжающийся кризис в секторе Газа, ваша страна решила не принимать дополнительных беженцев. Как это согласуется с исторической позицией Иордании по палестинскому вопросу? Неправильно заставлять людей мигрировать или обвинять в сложившейся ситуации разные страны. Иордания ценой больших затрат щедро принимала беженцев со всего региона. Я считаю, что все эти страны должны уважать международное право. Должен быть положен конец потоку беженцев. Почему бы не сосредоточиться на том, чтобы положить конец нынешней ситуации и взять на себя ответственность за существование беженцев? Международное сообщество должно сделать это. И надеюсь, прекращение огня будет достигнуто. Важно вселить надежду на светлое будущее для нашего региона и мира в целом. Вопрос Палестины остается главным вопросом, а также главным источником всех трудностей в регионе. Иордания недавно перехватила иранские ракеты, нацеленные на Израиль, заявив, что это был акт самообороны. Учитывая сильную общественную оппозицию, нацеленную против сотрудничества с Израилем в контексте конфликта в Газии, как вы оправдываете этот шаг? Я уже касался этого вопроса ранее. Лучший ответ на этот вопрос можно найти в заявлениях министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади. Мы не позволим никому использовать нашу страну как поле боя. Иордания решилась на этот шаг в целях обеспечения национальной безопасности. Наша страна ни у кого не спрашивала разрешения на перехват ракет. Думаю, что если бы ракеты летели в обратном направлении, Иордания снова пошла бы на такой же шаг. Господин посол, благодарим вас за ваше время и подробные ответы на наши вопросы. Я также благодарю вас.